МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева, и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Совсем скоро в нашем районе свои двери распахнет еще один современный детский сад. Строительство объекта в селе Шудек находится на финишной прямой. Предстоит завершить отделочные и внутренние работы. Не останутся в стороне и школьники в шаговой доступности. Для них будут оборудованы спортивные и детские площадки с прорезиненным покрытием. Подарком для всех сельчан станет парк культуры и отдыха. Еще пару лет назад об этом они могли только мечтать. Сейчас смелые идеи притворяются в жизнь. Все это стало возможным благодаря реализации проекта комплексной компактной застройки и благоустройства квартала «Италмаз» в селе Шудек. Проект комплексной компактной застройки и благоустройства квартала «Италмаз» в селе Шудек реализуется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан» в составе государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан, утвержденной правительством Республики Башкортостан в 2012 году. И Толмаз – удмуртское название купальницы европейской, широко распространенного на Урале цветка. Он издревле почитается как символ любви и грусти, верности и разлуки, надежды и радости. Новый микрорайон с красивым и символичным названием сформирован на 115 домовладений, с плановым выходом жилья более 11 500 квадратных метров. Участки выделены преимущественно работникам агропромышленного комплекса, бюджетной сферы, в том числе многодетным семьям. Как голова сейчас очень рад, что население возвращается обратно из города, из городов. Бекаравин – это Алмаз. На сегодняшний день из 115 запланированных домов у нас сданы более 50 домов. Высокоскоростной интернет уже проведен, и в дальнейшем дома будут проведены газ, вода. Будут созданы все условия для комфортного проживания населения. И будем жить не хуже, чем городские жители. В рамках этого масштабного проекта строится детский сад на 60 мест с блочной котельной установкой и системой водоотведения. Повысительная насосная станция и подводящий водовод к микрорайону протяженностью 3 километра. Уличные сети воды и газоснабжения из полиэтиленовых труб. Парк культуры с центральной аллеей и плоскостными спортивными сооружениями для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Уличная сеть с щебеночным покрытием – это единственная государственная программа, финансирующая строительство дорог в новых кварталах усадебной застройки, подчеркивают местные власти. Стоимость реализации проекта – 122 миллиона рублей. Финансирование идет за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Сейчас здесь завершаются работы по благоустройству территории детского сада и парка. Покрытия спортивных и детских площадок будут отвечать всем современным стандартам и требованиям – иметь безопасное резиновое покрытие. Для приема детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья установлены пандусы на входе и лифт внутри здания. Современному подходу к строительству, оснащению детского сада, парка, отдыха и комплексному инженерному обеспечению жилого квартала могут позавидовать даже горожане. Реализация данных проектов решает очень много социальных задач, в том числе и повышение престижа работы на селе, и создание комфортных условий проживания в сельской местности, и решение демографических вопросов, решение вопросов обеспечения детей детскими дошкольными учреждениями. И самое главное, наверное, это то, что молодежь верит в будущее села, молодежь остается работать и жить на селе. Это самое главное для нас. Проект поддержали и руководители сельхозпредприятия «Общество с ограниченной ответственностью Победа». Это одно из успешных и перспективных хозяйств Янаульского агропромышленного комплекса. «Общество с ограниченной ответственностью Победа» является крупнейшим сельхозтоваропроизводителем Янаульского района. Да не только, он является предприятием, внесенный в реестр крупнейших сельхозтоваропроизводителей Республики Башкорстан. Свою производственную деятельность осуществляют на территориях трех районов – Янаульского, Калтасинского и Бураевского. Умелый менеджмент предприятия позволяет строить перспективные планы на будущее. В 2019 году на территории Калтасинского района введен в действие молочно-товарный комплекс на 1200 голов дойного стада. В дальнейших планах у данного общества расширение производства молока на территории Янаульского района в 2021-2023 годах будет построен тоже современный молочно-товарный комплекс на 3000 голов дойного стада. В дальнейшем ООО «Победа» намерена расширить ассортимент выпускаемой продукции на молочном заводе, расположенном в городе Янаул, и они в ближайшее время приступят к производству твердых сыров. Реализация федеральной целевой программы дает возможность муниципалитетам, руководству республики и страны в целом быть уверенными в перспективном развитии агропромышленного комплекса и в целом жизни на селе. Шут по удмуртске счастье. Шудек значит счастливые. И шудековцы признаются, что им действительно посчастливилось. При поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и постоянном их контроле проект воплощается в жизнь. Ближе и доступнее становится и северная часть Янаула. Некогда социально напряженный район начал меняться 7 лет назад. На месте снесенного аварийного жилья появился современный микрорайон с новыми инженерными сетями, дорогами и детским садом. Оставалась одна задача – организовать по улице Якутова движение городского транспорта. В четверг, 13 августа, прошла комиссионная проверка готовности маршрута. Представители городской администрации, автотранспортного предприятия, дорожники, сотрудники госавтоинспекции обсудили все нюансы и приняли долгожданное решение. По многочисленным просьбам наших жителей города Янаул организован ремонт в прошлом году. Организован ремонт, сделана смертная документация в прошлом году и в этом году произведен ремонт асфальтирования по улице Якутова с нанесением разметки. Также по просьбе жителей добавили остановочный павильон, разворотную площадку. Здесь вновь построенного детского садика номер 6, который находится за этими зданиями. Сегодня комиссионно была проведена приемка остановочного пункта, дорожной разметки, дорожных знаков и определено, что с понедельника или вторника по изменению в расписании будут запущены автобусы первый и третий маршрут по добавленным остановочным пунктам. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 7200 человек. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 13 августа в Янаульском районе зарегистрировано 260 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них 8 пациентов со средней степенью тяжести заболеваний получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульска ЦРБ. Два пациента переведены в госпиталь Нефтеканска. Один пациент переведен в республиканское учреждение. 60 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 178 пациентов. Итого, на данный момент в районе 72 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находятся под наблюдением 82 контактных человек. За весь период зарегистрировано 24 семейных очага, где заболели коронавирусные инфекции 61 человек. Все подразделения Янаульска ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период с 10 по 13 августа в районе выявлено 27 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжать соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях. Сохраняйте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы! В районе продолжается уборочная страда. В настоящее время скошено более 3000 озимых и зерновых культур. Намолочено почти 7000 тонн зерна. Всего аграриям предстоит убрать 47000 гектаров площадей. Активно идет уборка и в обществе с ограниченной ответственностью Агро-М. Комбайны выходят на поля, как только высыхает роса. Уборки озимой пшеницы в хозяйстве приступили в начале августа. И пока позволяет погода, стараются обработать как можно больше площадей. Сергей Меншарапов работает комбайнером уже более 15 лет. Признается, что свою работу любит. А на хорошей технике трудится одно удовольствие. Сейчас этому комбайну пятый сезон работает. Но пока работает нормально, хорошо работает. Пока погода позволяет. Еще в школе учился, помощником комбайнера работал. Потом уже после армии сам на комбайне начал работать. Где-то лет 12, наверное, проработал. Потом бросил. Потом опять начал вот так. До сих пор пока работаю еще. Сложности никакого, по-моему, нету. Если комбайн работает, вовремя смотреть, сложностей нету. Сейчас на этих работах вообще удобно. Не пыльно, можно сказать. Кондиционеры все есть. Это вот раньше работали на Ниве. Там вообще по сравнению с этими, там тяжело было, да. Работаем до темна, можно сказать. Вот как роса упадет, тогда уже все, уже перестаем работать. А утром, чем раньше, тем лучше выезжаем. Для нас живет хорошо. Чем быстрее уборка закончится, тем лучше. Собранное с полей зерно Камазы привозят на зерноток. Здесь на автовесах фиксируется вес каждой партии, после чего машины направляются на выгрузку. Следующий этап – это очистка семян от сорной примеси. При необходимости его сушка. Обработанное зерно будет храниться в специально оборудованном зернохранилище. Параллельно в хозяйстве идет подготовка семян к посадке. Прошлогоднее зерно затаривают в мешки и отвозят на поля. В хозяйстве уже приступили к посеву озимых культур. Когда погода позволяет, угораем нормально, сухо. Зерно спелое. Урожайность тоже выше среднего 25-30, где-то 17-18. Техника работает, мы рады. Погода есть. Убираем КЗС. Работает зерно сушим на хранение. Оставляем пока. Два полесь задействованы, 812-е. И один финский комбайн «Сампа», который работает уже 15-й сезон, если не ошибаюсь. Полесье работает 4-й, 5-й сезон. Тоже хороший комбайн. В общей сложности труженикам «Аграем» предстоит обработать около 1000 гектаров площадей засеянной пшеницы, ржи и чменя однолетних трав. Муляра Сиддикова, Артур Мухаммедшин, Служба новостей и Наульского телевидения. 13 сентября на всей территории нашей страны пройдет единый день голосования. Выбирать будут глав 17 субъектов федерации и депутатов законодательных собраний государственной власти в 11 субъектах нашей страны. Также в этот день проведут выборы в местные органы власти, в муниципалитеты, на пост руководителей городского хозяйства, мэров городов и глав поселков. В нашем районе пройдут выборы депутатов трех уровней. 12 августа территориальная избирательная комиссия Инаульского района провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени кандидатам в депутаты. Сегодня 12 августа 2020 года прошла жеребьевка на предоставление бесплатного эфирного времени для кандидатов депутаты муниципального, городского и сельского поселений. Зарегистрирован 101 кандидат. Выборы пройдут 13 сентября 2020 года. Надеемся, Инаульцы примут активное участие. Продукция Инаульского молочного завода известна и за пределами нашего района. Ассортимент широкий – молоко, кефир, катык, творог, масло, сметана. В ближайшее время начнется реализация топленого молока. Подробности далее в сюжете. Достаточное количество жиров, белка, минеральных веществ, витаминов. За всем этим следит лаборант завода. Ежедневно здесь перерабатывают порядка 20 тонн молока высшего качества. Его завозят с пяти сельских хозяйств Общества Победа. Задача лаборанта – определять, годится ли свежеприбывшее молоко для переработки. В первую очередь проверяем кислотность, прокислое или нет молоко. На чистоту проверяем, жир, белок, плотность смотрим в первую очередь. И потом уже, когда мы убедились, что оно качественное, мы его отправляем на переработку. Принимаем в дальнейшем на переработку. Молоко на заводе фасуется автоматически, но, тем не менее, без оператора не обойтись. Пакеты нужно складывать в ящик в определенном порядке и количестве. Сметана фасуется в 400-граммовые стаканы. Куски масла раскладываются в фольгу. Творог также заполняется и упаковывается в герметичную оболочку. Сейчас на заводе готовится к выпуску топленого молока. И без того широкий ассортимент станет больше еще на одну позицию. Два вида сыра. Сыр ароматный янаул и обыкновенный сыр. Сыр ароматный со смесью трав. Еще вырабатываем йогурты пять видов. Сметана, кефир, ацидопилин, ряженка, коты, молоко. В реализацию поступает молоко восстановленное. Это живое молоко и восстановленное из сухого молока. Он пользуется спросом и в цене он уступает молоку посередованному 3,2. Большой выбор молочной продукции и его качества для многих именно с этим ассоциируется Янаульский молочный завод. И его продукцию сегодня можно встретить в больших городах республики Нефтекамске, Сталитамаке и Уфе. С неожиданными проблемами столкнулся автомобилист из Янаула. Мужчина приобрел подержанный седан марки «Опель» 1999 года выпуска на вторичном рынке. Выложив за покупку 60 тысяч рублей, он может остаться без автомобиля и какой-либо компенсации. Новость о том, что автомобиль находится в федеральном розыске, стала для него полной неожиданностью. Об этом ему сообщили инспекторы ГИБДД при постановке машины на учет. На место выехала оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент будет проведен осмотр данного автомобиля и последующий его изъятие с помещением на штрафстоянку. В последующем данный автомобиль будет уже передан вместе с материалом инициатору розыска. Обычно же собственники не сразу ставят автомобиль на учет, через определенное время какое-то. В связи с этим потом уже появляются вот такие нюансы, что где-то автомобиль в розыске оказался и здесь уже проблемы с его постановкой на учет. Поэтому перед приобретением автомобиля, конечно, лучше проверить все документы. В интернете можно посмотреть тоже, на сайтах различных, историю автомобиля где-то может показать. На тех же сайтах продаж автомобиля где продавали, там последняя информация все равно где-то может быть по данному автомобилю. Проверить документы, опять же, если собственник или гражданин, который продает вам автомобиль, посмотреть его документы. Расспросить про историю автомобиля вообще. Вот такие элементарные хотя бы моменты, которые надо посмотреть перед покупкой автомобиля, обезопасить себя. Очень актуальная тема по мошенничеству, общеголовному мошенничеству. Это обычно покупки в сети интернет, там через различные сайты Авито, распространенные очень. То, что переписываются граждане там на приобретение каких-либо товаров, при этом не обезопасив себя, не узнав всю информацию о товаре, о лицах, которые его продают, приобретают и переводят предоплату. Товар не отправляется, так как его уже как бы нет, и с этим человеком уже невозможно связаться. И очень трудно найти данных лиц, потому что денежные средства, которые уходят, в основном безналичный расчет с карты на карту, проходит долгий путь, с одной карты переводится на другую, на третью, после этого только обналичиваются. Поэтому очень сложно вычислить и выследить. Желательно приобретать товары, уже убедившись, что товар данный существует, что продавцы реальные люди. Если это поближе, где-то находится, лучше самому поехать и посмотреть на данный товар, а не покупать его через интернет в другом регионе. Так как потом вернуть свои деньги очень тяжело будет гражданам. Поэтому будьте бдительны и не стоит доверять незнакомым людям передавать свои данные и переводить деньги. Совсем скоро городская елочная площадь приобретет новый облик. Работы по благоустройству реализуются в рамках федерального проекта «Городская среда». В прошлом году и на улице активно участвовали во встречах с проектировщиками концепции, где и было принято общее решение. В июне 2020 года началось воплощение проекта в жизнь. В настоящее время уже проведены коммуникации и возводятся стены будущей смотровой площадки. О том, какой станет елочная площадь, рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Ирина Тазидинова. Он является частью большого проекта благоустройства территории от вокзальной площади и до елочной вдоль торговой улицы. Выигравший в 2020 году всероссийский грант в конкурсе среди малых городов и исторических поселений Российской Федерации. Стоимость благоустройства елочной площади достаточно внушительная, больше 40 миллионов рублей. На елочной площади возникает смотровая площадка, будет общественный туалет и место для общепита. Будут игровые площадки, место отдыха взрослого и детского населения. Также здесь будет размещаться сухой фонтан, а также традиционно на этой площади у нас остается наша ель. Но ель будет живая, она будет сажаться крупномером. Поэтому Новый год 2021 года, он будет немножко, может быть, не такой, как мы привыкли обычно видеть нашу елку на елочной площади. Высота ели будет, конечно, максимально возможной к посадкам живой ели. Но мы ей дадим расти, высота ее будет не больше 15 метров. Очень важный момент, конечно, в любом строительстве – это выбор подрядчика. То есть любая идея, она может быть испорчена, так скажем, нерадивыми подрядчиками. И в данном случае я считаю, что Янаулу повезло. Подрядная организация, которая выступает генеральным строителем, так скажем, нашим, это Орландская УСПД, которая имеет опыт уже дорожных работ, а сейчас еще специализироваться будет на работах по устройству твердых оснований из брусчатки. Сроки завершения работ по елочной площади – это год текущий. В результате мы должны получить территории, которые будут нашей визитной карточкой, будут идентифицировать нас, отличать нас от других городов, будут местом Майдана, так скажем, наших жителей, такой прогулочной зоной с новыми современными покрытиями, с новыми современными подходами к благоустройству, к озеленению в том числе, к благоустройству. На завершающем этапе находится возведение подпорных стен. Конструкции довольно-таки сложные в изготовлении. Более того, на их отделку, вот этих бетонных стен, применены нетрадиционные такие решения, когда вот эта бетонная стена возводимая должна будет имитировать с собой кору дерева. То есть даже вот в этих мелочах здесь, в общем-то, спешка, она только может помешать. Подрядчик, если уже в детали вдаваться, обрабатывает сначала опалубку таким образом, чтобы вытащить волокна древесины, которые потом будут отпечатываться, скажем, на бетоне, и вот эта фактура должна будет в этой отделке, в общем-то, бетонных стен быть отражена. И вообще в целом в этом проекте очень много таких нетрадиционных, так скажем, решений, не шаблонных, которые будут изюминкой данных территорий. С января 2020 года в России вступили в силу положение закона об ответственном обращении с животными. Теперь у бездомных кошек и собак два пути – улица или приют. Отстрел запрещен. Согласно новому закону, всех бездомных животных отлавливают специализированные организации. Обязательно видеофиксация отлова животных и немедленная их передача в приюты. Если на ошейниках, чипах, метках есть данные о хозяевах, то животные возвращаются владельцам. После завершения в приюте мероприятий по стерилизации, чипированию, лечению, вакцинации, неагрессивных животных возвращают на прежние места обитания. Возврат также фиксируется на видео. Очередной выезд прошел по заявке жителей улицы Якутова. Если мы за прошлые годы, в 2017-2018 году должны были отловить по району около 550 бездомных собак и 240 бездомных кошек, то с увеличением расходов, то в 2020 году у нас сумма выделяемой субвенции не увеличилась, осталась та же. А получается, допустимый отлов собак у нас на этот год 245 голов и 120 голов кошек. Ежегодно между муниципальным районом и ветеринарным управлением подписывается соглашение, которым передаются полномочия по отлову и содержанию этих бездомных животных. Мы на основании этого соглашения объявляем аукцион, в котором выигрывают специализированные организации. В связи с этим было принято решение на первый квартал 2020 года заключить прямой контракт с Уфимской организацией ООРЭКС, которые отловили 65 собак и 20 кошек. Согласно новым требованиям они отловили, содержали, идентифицировали, вакцинировали и выпустили обратно на место обитания. С июня месяца 2020 года после прохождения аукциона, аукцион выиграл ИП Хасбуддинов, тоже Уфимской организации. Они приезжают по набранным заявкам, а приют у них находится в Кармаскалинском районе. Получается, они забирают наших животных на 15 дней, через 15 дней возвращают к нам. Жители района, которые заметили или которых беспокоят бездомные животные, могут обратиться и устно, и желательно письменно в администрацию города и к нам в управление сельского хозяйства. По этим заявкам мы приглашаем выигравшую организацию. Плановый технический осмотр школьных автобусов провели сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения 10 августа. Инспекторы в обязательном порядке проверили соответствие требованиям колес и шин, наличие исправности ремней безопасности, оснащенность тахографами, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и других параметров, влияющих на безопасность. Также была проведена диагностика рулевого управления и проверка технической документации. После осмотра на каждое транспортное средство, их всего 19, был составлен акт технического осмотра транспортного средства. Автобусы по мелочи, некоторые проблемы, там лампочка не горит, проверили два автобуса, у них неисправный рулевой состояние, будут составлены протоколы в отношении должностных и Игорь Савайти. В этом году Министерство образования и науки Республики предложило введение школьной формы единого образца для учащихся первых-пятых классов. В течение лета родители и школьники уже смогли ознакомиться с предложенными образцами. О том, когда можно будет приобрести новую школьную форму, рассказала ведущий специалист управления образования Айгуль Ямаева. В нашем районе продолжается реализация республиканского пилотного проекта по введению единой школьной формы. Школьная форма разработана с учетом всех рекомендаций и пожеланий родителей, представителем является которой Ассоциация легкопромышленности Республики Башкорстан. В связи с чем Министерством образования и науки Республики Башкорстан организована работа по выбору комплектов школьных форм единого образца с родителями, обучающихся первых-пятых классов. Поэтому 17 августа в понедельник в четвертой школе будет организована примерка и в дальнейшем, наверное, приобретение данных школьных форм с 9.00 до 18.00. Просим всех родителей подойти в понедельник в школу со своими детками, примерить и закупить к 1 сентября данные комплекты. Поэтому ждем всех детей 1 сентября нарядными и красивыми в новых школьных формах. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Ночная погода, дожди, местами ливни, грозы в отдельных районах град. Ветер переменных направлений 0,5 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. В северных районах до плюс 3, днем плюс 16, плюс 21 градус. 15 августа. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1799 году, армия Суворова разгромила французов в битве при Нове. Взражение продолжалось 16 часов. 7 тысяч французских солдат полегли на поле боя. 3 тысячи попали в плен. Эта битва из череды блестящих побед, одержанных Суворовым во время итальянского похода. Забей 08-2020-RU. Время пришло. Итак, дети, уроки экономии от базы оптовых цен находка. Иванова. Набор для рисования 86 предметов 299-99. Набор ручек 4 штуки 17-99. Тетрадь 48 листов клетка 9-99. Молодец, Иванова. Зачетная цена. Срок акции до 15 августа 2020 года. Подробности у продавцов. Забей 08-2020-RU. Время пришло. База оптовых цен находка. Наглядная экономия. Носки мужские 11-99. Футболка детская 109-99. Ящик для инструментов 429-99. Срок акции до 15 августа 2020 года. Подробности у продавцов.